Олег, вы пишете песни на русском языке, но при этом ваши песни поют люди, которые даже не знают русского языка. Я сейчас про вот эту историю, что ваши песни пели и российские, и американские космонавты в космосе. Л'аморе е una cosa molta importante на л'авито. К сожалению, на итальянский пока не перевели. Есть на непальском вариант, есть на английском, на немецком больше всего. И, конечно, это было удивительно. Я сначала легкомысленно отнесся к тому, что мне пришло электронное письмо от космонавта Сергея Крикалева. Он рассказал о том, что они полгода были в космосе и выучили альбом «Крепитесь, люди, скоро лето» наизусть и русские и американцы. Но самая удивительная история была, когда я написал ему телефон, и он мне позвонил, и я был на фото-выставке. Я ему сказал, знаешь, Сережа, мне сейчас неудобно разговаривать. Он говорит, я тебе с орбиты звоню. Он мне из космоса позвонил на сотовый телефон. И это уже был другой полет. И он пригласил нас в Центр управления полетом, попросил, чтобы мы там им попели. И мы пришли с Леонидом и пели для космоса. Это было, конечно, удивительно. А вы сказали, что больше всего ваши песни поют на немецком языке. Да, каким-то образом мы дали там 400 концертов в 90-х годах. Это было. Это, собственно говоря, там городов столько нет. И очень перестройка, дружба, фронтшафт. И как-то прям очень хорошо к нам относились. Мы ехали из города в город, переводили песни. Сейчас уже вышла книга на немецком языке. А вы пели на немецком? Нет, мы пели на русском. А у всех были подстрочники. И, конечно, они вежливо в основном улыбались. Я рассказывал перед песней про что она. А потом мы пели. И они так... И понятно, что не доходило. Потом, когда они перевели на немецкий язык, немецкий поэт Алекс Петровский перевел. И я запел на немецком языке, то у них изменились глаза. А у меня стало такое выражение, как у них, потому что я не понимал, про что я пою. Переводы, они, в общем-то, это отдельное произведение нужно написать. Потому что, например, песня об осени, которая у меня есть, это как обращение к женщине. А у них осень мужского рода. И как здесь они перевели, мне остается только петь и верить в то, что это хорошо. Что вы на вас поете? Ну вот, на какой-то язык она переведена. Уже лето – это маленькая жизнь. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, полюбовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замел, суку твой, твой холод. И пошел на улицу встречать лето. А лето – это маленькая жизнь. Лето – это маленькая жизнь. Поросль тихо подрастает на щеках. Поросль, дом плывет по лету, а меня нет. Лето – это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, Что давно повесилась метель злая. Выпил с участком, смотрю летку. А лето – это маленькая жизнь. Лето – это маленькая жизнь. Поросль тихо подрастает на щеках. Поросль, дом плывет по лету, а меня нет. Лето – это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, Я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам. А ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, Посмотрел видик, видик про разлуку, Про твое лето. Лето – это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши, Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето – это маленькая жизнь. Олег, скажите, для того, чтобы писать такие тексты, надо, ну, помимо словарного запаса и помимо, не знаю, какого-то опыта, нужно еще по-другому уметь чувствовать? Как раз чувствовать надо так, как все. А вот Леонид Юрьевич все время говорит, когда же ты вырвешься из квартоквинтового круга? А Родион, я недавно принес новую песню, он говорит, ну что, король квинтэссенции? Я таких слов не знаю. Ну, я сейчас больше не про мелодию, я все-таки больше про текст. Но он, правда, очень трогательный. Он отличается от... Ну, он отличается, просто отличается, точка. Дело в том, что вот наш великий современник, Михаил Михайлович Жванецкий, он сказал, сидишь, пишешь, пишешь, что-то фигня какая-то. Значит, хит. А, простите, а это ваши слова? Поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь. О, хорошо, когда приписывают что-то. Мне еще приписывают, когда спрашивают, почему вы не пишете новых песен. Я говорю, новые пишут. У кого старые, плохие. Но это сказал Юрий Антонов. Хотя, может быть, и не он. Но выражение хорошее. Неплохое.